В этом час еще и привел нас всех вместе. Помоги нам, Господи! Благослови эти занятия, любящий Христос. Не оставь нас. Даруй разумение Писания. Слава Тебе за все во веки. Аминь. Садитесь, дети. Удаваем, дети, приветствуем всех вас. Долго нам не выделить с вами. Так, сейчас я... Сегодня у нас урок повторения. Повторяем все, что мы заучивали наизусть. Какие стихи, кто что помнит, сейчас повторю. Старшие для вас особы, младшие то же самое. Смотрите, что вы помните, все расскажем. Кстати, вчера вот были старшие на занятиях. На занятиях вчера Игорь проведет. Что вы из этого поняли? Что роптать на Бога или на кого-то вообще нельзя? Так. Ну, старшего роптать нельзя. Так, дети, отвечайте только погромче, пожалуйста, потому что совершенно сплошаю. Так, хорошо. О ропоте еще о чем? Что пред Богом это мерзость, что Бог наказывает, да? Ни в коем случае нельзя проявлять какое-то недовольство по поводу чего-то в жизни. Хорошо. Сейчас мы повторим те стихи, которые заучивали. Пожалуйста. Первая заповедь какая? Первая заповедь. Поднимайте руки. Так, старшая. Пасилиса отвечает. Ну, я так забыл уже все. Не помню, ну-ка быстренько. Я. Так, Ванечка. Я Господь Бог Твой, Который вылит Тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у Тебя других богов прилиться в Нем. Так, а в Новом Завете еще какая заповедь первая? Две главные заповеди. Одна из них. Ну? Две Господа. Да, 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 давай. Давай, Расписи. Правильно, Ваня тоже ответила. Ну, громче, громче, я не слышу. На какую тебе оценку поставлю? Двойку поставлю, тогда расскажу. Громче говорит. Так? Давайте. Возлюби, но не стесняйся. Пожалуйста. Возлюби Господа Бога Твоего. Громче говори. Возлюби Господа Бога Твоего. Всей сердцем Твоим. Всей душой. Всей душой Твоей. Всем разумением Твоим. Всей крепостью Твоей. И вторая. Возлюби Ближнего Своего, как самого себя. Возлюби Ближнего Своего, как самого себя. Отлично, молодец. Так, хорошо. В чем заключается любовь? Как это вот к ближнему особенно? К ближнему. В чем она заключается? Как она проявляется? Как она проявляется? И в чем проявляется в жизни? В помощи. Так. Пожалуйста. В помощи Ближнего. Сострадание, милосердие, оказание помощи, любовь. Что бы ни случилось с ближним, мы обязаны оказывать ему помощь. Это наша обязанность. Это любовь. Если ты хочешь, допустим, для себя что-то, ты обязательно должен это проявить по отношению ближнего. Так? Хорошо. Молодцы. Следующее. Кто еще? Сейчас на память. Кто, какие стихи, помнит из Священного Писания? Повторяю. Так. Вы что, на прошлом занятии не повторяли, да? Ну-ка, вот эти лагерня у меня. Они так хорошо занимаются. Все ли это занимаются изучением Библии? Наверное, не больше всех знают. Так, пожалуйста, Ванечка, тебя еще спрашиваю. Чтоб на пятерку вытянул. Никаких не помните стихов. Василиса. Тогда седать я тоже проверю, чтобы они видели ваши добрые. Опять ничего, я слышу громче. Вот к нам на занятии еще кто пришел. Ну-ка, ты, наверное, больше всех стихов знаешь. Ну-ка, садись, рассказывай быстренько нам. Ты из вечности пришла тоже и знаешь, да? Так, пожалуйста, громче только говори. Тогда светит свет ваше правильное, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного. Отлично, молодец. Пожалуйста. Какой еще стих заняло? Пожалуйста. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, таковы поступайте с ними. Хорошо. Пожалуйста. Ибо так возлюбил Бог мир, что он дал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Ну все, вы же все помните эти стихи. Хорошо, отвечали. Просто забыли сейчас, да? Ну хорошо. Кто еще какие стихи помнит? Вера бездела мертва. Что? Вера бездела мертва. И это хорошо, Якова. Так. Еще какие стихи помню. Дети, вы каждый день дома повторяйте, пожалуйста. Нельзя так вот. Идете в школу, вы выучили урок. И по Библии учите урок. Чтобы и то, и другое у вас было. Соответственно. Как вы в жизнь вступаете? Вы уже, посмотри, какие большие. А так мало знаете. Ну-ка, малышка, а ты что помнишь? Рассказывай скорее. Ну, я тоже, что ты говорила. Купование мое, отец. Избирь. Сажи. Не очень. Не очень. Ну-ка, пожалуйста. Сюшенька, какой отец ты помнишь еще? Ваня, мой отец-побежечный, мой сын. А как тут что-то тратит? Да, знаете. Прекрасно, молодец. Сюша. Так, рядом? Лед. Скорее. Скорее. Не помню, забыли. Ой, как плохо. Хорошо. Ну, сегодня я вам оценки не поставлю. Только те, кто отвечал на Анина Селиса. Отлично. Отлично. Все. Итак, на прошлом занятии вы проходили, что? Об ответственности, да? Об ответственности. Об ответственности. В чем заключается ответственность каждого человека, христианина? Так, пожалуйста. Так, пожалуйста. Ответственность и честность. Честность мы уже начали. Честность. Вы о честности говорили, да? Пожалуйста. О трудоводье. Не старому выкупать. Так, пожалуйста. Честность. Это результатик, что нельзя никого обманывать. Ну-ка, молодец. Еще как? Дальше еще что? Боже, от кого? От дьявола. Если кто лжет, то в обнимку с дьяволом живет, да? Ни в коем случае ни маленького, ни маленькой лжи, ни большой никогда в жизни не допускать. И у вас в школе. А были такие случаи, когда вы допускали лжь? Кто-нибудь из вас есть такое? Ну, может быть, маленькую лжь. Чтобы не узнали, я решила вот так сказать. У каждого есть. Что? Думаю, у каждого есть. У каждого? Вот это плохо. Это плохо. Никогда, ни мало, ни большой лжи не допускать. Запомнили? Хорошо. Ответственность. В чем она заключается? Если, Ксюшенька, тебе поручили какое-то дело, что-то сделать, да? То как? Как ты должна относиться? Пожалуйста. Ну, нужно относиться ответственно. Так. Ну, это общая фраза ответственности. А, как ты расшифруешь ее по-частью? По-простому скажи. Как еще? Например, тебя просили убрать со стола. И ты должен относиться к этому ответственно. Так. Твое дежурство сегодня в семье. И ты должен обязательно это сделать. Так. Обязанность. Хорошо. Еще что? Ну-ка, пожалуйста. Какой ты пример приведешь? А Поля почему смолчит сегодня? Ну-ка, говори скорее. Не помнишь, да? Так, Василиса, пример какой-нибудь. Да, по-престому. Ну, что? Ну, поручили тебе в школе. Какое у тебя поручение есть? Поручительство. Учиться. Учиться, отлично. Это тоже хорошо. Это тоже великая ответственность. Каждого из нас. Христианины в школе должны показывать пример. Учиться только на пятерке. Хорошо. Полодец. Еще как? Ну, а вот в жизни, в кругу, помимо школы, что-то тебе поручают. Ну, у вас, особенно в деревне, какое, какая ответственность должна быть? Вы все маленькие пастухи, да? У вас это великая ответственность пасти коров, овечек. Как не должно быть? Чтобы не потеряли, чтобы они наелись, накормили, чтобы молочка домой побольше принесли. Так? Это великая ответственность уже. Во всех отношениях мы должны отвечать, как должны. Что касается делания добра. Мы с вами учили, говорили, что Бог, наш Господь, Иисус Христос, Он что говорит нам? Платить за зло. Чем? Как? Злом? Добром. Злом платить. Что вы должны, а? Добром. Только добром. Ибо Господь говорит, что? Какие слова мы знаем? Мне отмщение, я вас дам. Вы никто абсолютно не должен платить злом на зло. А только добру. И так, ибо так делаем, собираем горящие угли на того человека, который вам делает какое-то зло. В школе у вас кто-то обижает? Приходилось вам встречаться с такими людьми? А? Приходилось, да? Ну и как вы отнеслись к этому? Вы рассердились на этого человека? Ну, я там еще ему попробую где-нибудь оттенять. Ну-ка, как вы отнеслись к этому? По-христиански или просто по-человечески? Решили отнести, да? Не было такого? Он поднимает. Не было, да? Ну, молодцы, хорошо. У тебя какой случай был? Вот, у меня все-таки был такой мальчик. Он всегда, это, все купил. И один раз он пришел ко мне и чуть не ударил меня. И тоже, и тебе тоже обидел, да? Ну, а ты не пожаловалась никому и никакого зла на него не имела, да? И не обижалась на него. А платила добром, да? По-хорошему с ним стало хотеться. Ну, вот молодцы, ребятишки. Хорошо. Этого достаточно. Я передаю Надежде. Пожалуйста, продолжайте. Сейчас-то я не взяла, сейчас-то. Я молодец, еще статью зачитает. Но она большая, мы не будем... Э-э-э-э. А зачем так складывать книгу? Что? А зачем так складывать книгу? Вот так замрачивать? И потом напишешь, как получается или нет. Там почти только без вступления. Ребятишки, надо уже начинать сейчас готовиться, подумать. И к Рождеству осталось чуть побольше месяца. Ну, почти полтора еще. Но выходных у нас не так много. Мы можем встречаться здесь только на выходных. Уже надо подумать, кто какие стихи. Может быть, кто-то сценки и сценировки будет готовить на рождественскую тематику. Хорошо? Подумать. Может быть, кто-то где-то что-то в интернете встретит из старших, какое-то интересное, христианское, и захотите это исполнить. Малыши тоже все готовятся. Вы принимаете участие. Мамочки. Учим стихи, песни. И выносим свои предложения, чтобы нам составить сценарий и учесть все пожелания. Так, мы с вами прошли урок уважения. Каждый раз мы повторяли. Надеюсь, вы уже все наизусть запомнили, что такое уважение. Уважение – это не только уважать старших. Уважать надо всех. Потому что через уважение вы показываете свою любовь ближнее. Младший этот человек ваш, старший этот человек, умнее, глупее, богаче или беднее. Уважать надо всех. Уважительно относиться. Первое – честность. Нет, второе у нас было – ответственность. Тоже разобрали, что такое ответственность, да? Это принимать и выполнять обязанности, которые вам поручили. Правильно, ответственно, не лениться. Все делать так, как положено. Помните, мы учили стих. Вот вы сегодня промолчали. Мы столько с вами стихов учим. Мы их не каждый раз повторяем, но стихов очень много. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Вот какая ответственность. Что вы не делали, делайте. Тарас убирает со стола. Делай, как для Господа. Как для Господа, каждое дело делать ответственно. Кто у вас ведет тут занятие? Я попрошу внимания немножко. Очень важные вопросы. Кто у нас был в лагере? Поднимите руки. Хотя бы один раз. Значит, большинство были. Тогда слушайте внимательно. То, что я скажу вам, потом взрослым скажу. У нас перед входом на кухню висит, кто изобрел мобильный телефон, кто интернет изобрел, кто президент страны нашей, кто премьер-министр, кто глава администрации, губернатор. Помните? Мы знаем не только то, что каждый день у нас идут занятия. Никогда не задевайте ребенка. Не отвлекайтесь. Мы должны знать божественно. Каждое утро нас считается Евангелие, с толкованием, молитвом. И одновременно мы старались знать то, что есть у нас. Мы молились за патриарха, за правителей, за всех. Обстановка в мире очень быстро меняется. Очень быстро. Россия фактически объявила войну в так называемое Исламское государство. Там такие люди, которые выдают себя за мусульман. Считают они Коран, тоже верят по-своему в Бога. Бога Аллаха называют они. Когда вы услышите, что вы знали. И что там делается сейчас? Вот где их сейчас бомбят, летят самолеты из России. А там остаются. И они бросают игрушки. Большие пухлы лежат вот такие вот. И местные эти игрушки стараются как-то обезопасить. Все они с обзрывным устройством. Если кто прикоснется, она обзрывается, и у тебя нету, ни игрушки нету. Я для чего вам говорю? Чтобы нигде ничего не подбирали. Они объявили джихад. Саудовская Аравия, Катар. Тех, которые ненавидят Россию. Джихад означает всеобщая война. Русских уничтожать. Везде. В одном только Татарстане 75, кажется, тысяч мигрантов, которые оттуда приехали, там работает. Это мусульмане. Которые на нас смотрят с подозрением. И поэтому ждать терактов можно везде и всюду. Они сказали, везде. До маленького села везде будут теракты. Бросают сюда, может быть, сотню тысяч, которые будут работать. Поэтому берегите детей. Нигде ничего не поднимайте. Деньги лежат или что-то. Обойди, перекрести, отойди и иди домой. Где дома играете, никуда не отходите. Они воруют мальчиков. И учат их воевать. Больше ничему не учат. Потом тебя начиняют за рычаткой, и ты будешь взорван. Пойдешь где-то, потом замкнуло так поясок-то, и рвануло. Тебя нет, и людей убило. Это прямо показывает, как учат они. Пятилетние, с автоматами. Девочек воруют. Восьмилетник уже, как женщины, используют. Смотреть даже страшно. Выступает представитель, выступал Иларион Алфеев. Был Совет Федерации. Вместе с Государственной Думой, с молодежными организациями. Это огромное собрание. Это 20 тысячам часа слушать. Я сегодня все прослушал, как говорили. Представитель всех религий. И он говорит, это не люди. Это дьявол. Это сатана. И это говорят и мусульмане, которые местные здесь. Ну, такие, не радикалы, как говорят. Поэтому будьте внимательны. Я потеряю, особенно когда девочки отдельно где-то пасут. Как я против этого? Одну посылают на поле. Пойти за грибами нельзя. С табуном идет на самый конец. В глаз почти не видно. А мальчик сидит дома в это время. Я вас прошу очень. Молитесь об этом. Молитесь, чтобы Господь продлил этот мир. Будет покушение на представителей власти. Везде будут взрывать. На президента страны. Чтобы его Бог сохранил. На этом этапе особенно важно, чтобы руководитель остался живой. Нигде ни с кем не разговаривать. У нас в уставе написано. Вот теперь увидите, какой наш устав хороший. Ни с кем не разговаривать. В чужие машины не садиться. Написано. Видите, нас за это упрекали. Ну, держите людей под колпаком. А вот теперь теряют. И теряют ни одного, ни двух тысяч. Мы ездили по Ростовской области, где были там. И там большие-большие панно. Ну, панно, как объявления такие. После девяти часов дети арестовываются. Дети, если где-то... Ну, ходят даже большие. Там, лет 16. Все арестовываются. До вызова родителей. Пока им там отдельные места, где их содержат. Чтобы отдельно не были. Почему? Дети теряются. Их не выкупить ничего нельзя. Поэтому приучите детей к очень внимательной жизни. Чтобы каждый день, отдельно, среди дня, где-то молились. Молились о стране нашей. Грозная опасность придвинулась. И выступает Путин. Не на этом собрании, на другом-то, в министерстве, везде. И говорит. Взорвали самолет. Там 224 человека. 25 детей. На Саудовской... Там где-то... На пустыне, на Стенайской. Поэтому мы, говорит, найдем, где бы они ни были, эти люди. Мы их всех найдем. И объявлен, кто поможет. Награда обычно была тысяча. 50 миллионов долларов. Кто поможет найти, кто взорвал этот самолет. Мы их найдем в любом месте земного шара. И сегодня уже ролики выставили. Хотя так и не сказано. Россия объявила войну. И Катару, и Саудовская Аравия, и Турции. Это уже ролики выставлены. Это фактически так. То есть будут бомбить. Идут бомбардировщики дальнего... Следования сейчас бомбят и бомбят. Россия. Везде. И Китай услал своих на помощь с этими. Корабль с Франции подходит. И там только... Здесь работает, наверное, уже колоссотие самолетов. Их бомбят со всех сторон. А они по всему миру сейчас расползаются. Взрывы идут. Берегите своих детей. Они не столько через игрушки вот этих, а через интернет вербуют. Да, они об этом говорят. Они их там мотивы. Научите, чтобы не общаться. В университете кончила одна, то ты убежала туда, сейчас они там в думе говорят. Как это так воспитали? А когда туда приходят, там ничего нету. А я не хочу назад. Пристрелят. Они христиан берут, которые есть, ставят на колени. Человек пятьдесят. И всех режут голову, отрезают они голову в руках. Этого не было. Этого ни Гитлер не делал, ни Сталин, никто не делал. Смотреть ужасно. А выход какой? Мы не призываем ни мстить, ничего, только молиться. Мы христиане, самые мирные люди на земле. Сохраните детей. Это не то, что наследие будущего. А они дальше будут еще хуже. Жизнь ваша в опасности. Ни на шаг от родителей. Каждый день считайте Слово Божие и Евангелие. Молитесь о мире, чтобы Бог дал людям покаяние. Такие красавицы наши, они их сразу признают. Да мы никого не вовремя, это наши мусульманки. Такое благощесивое деяние у мусульман только. На картинку выставляй, на любую открытку. Какие мальчики у нас растут. Поэтому приложите сил нигде, ни на шаг, никуда не отходить. И только с родителями. Вот как красота растет. Какая-то убежала Варвара. А тут новая растет. Варвара убежала. Пойдемте сюда. Варвара убежала. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ